Российские отношения с Грузией на текущий момент я бы охарактеризовал как уравнение со многими неизвестными, поскольку слишком много факторов остаются для нас совершенно неясными. Во-первых, сама политическая система Грузии находится в состоянии трансформации, она меняется и с точки зрения самой структуры, поскольку есть коалиция и есть явная трансформация политической системы, так и с точки зрения персоналей, потому что будут меняться лица грузинской политики, будет меняться риторика, будет меняться содержание и смысла. С другой стороны, неизвестными остаются, например, отношения нового грузинского руководства к наиболее серьезным моментам внешнеполитического толка. Это отношения с Грузией, с Южной Осетией и Абхазией. Это планы Грузии по вступлению в НАТО. Вот как изменится ситуация с этим совсем, пока непонятно. Пока речь идет о неком анонсируемом, прагматичном подходе Грузии к отношениям с Россией. Но прагматизм он бывает тоже разный. Поэтому единственное, о чем мы сейчас можем говорить, о понятных величинах в этом уравнении, это то, что на смену совершенно безумному Саакашвили, с которым невозможно было в принципе разговаривать вообще ни о чем, пришли люди, с которыми, по крайней мере, можно вести диалог. В чем этот диалог закончится, это вопрос. Но его можно вести. Второе, что мы понимаем, это то, что Россия к этому диалогу готова. И мы видим наглядную демонстрацию этой готовности в открытии российских рынков, которые, безусловно, для Грузии жизненно важны. Это огромные рынки избыта для продукции грузинских предприятий. И они на сегодняшний день открыты. И это наглядная демонстрация того, что мы расположены к тому, чтобы начинать обсуждать наиболее существенные вопросы в наших взаимоотношениях. К сожалению, ситуация такова, что остальные вводные пока для нас абсолютно не прозрачны, они не ясны. И понять это можно будет только тогда, когда в самой Грузии станет понятно, какой, собственно, стала эта страна после выборов и после очередного этапа трансформации политической системы.